В эту жилищно-коммунальную историю оказались втянуты 11 740 жителей Щелково. Все они, минувшие осенью, кто в октябре, кто в ноябре, получили квитанции на оплату услуг ЖКХ, в которых значилась строчка «Долг прошлых периодов». При этом большинство граждан – дисциплинированные плательщики по всем счетам, что им ранее выставлялись. Разумеется, история вызвала большой общественный резонанс. Вот мы и решили разобраться, тем более, что несколько сотрудников Щелковского телевидения, и я в их числе, тоже оказались должниками, по версии Мособл ЕРЦ, который и прислал долговые квитанции. За пару месяцев эта история обросла множеством слухов и домыслов и обсуждается преимущественно в неофициальных сообществах в соцсетях. А все потому, что вразумительно объяснить происхождение задолженностей людям никто не смог. Что может быть проще – написать на самой квитанции кому и за какой такой прошлый период житель должен, тем более места на бланке более чем достаточно. Да нет, на квитанции об этом ни слова. Почему? Вопрос. Конечно, прежде всего мы обратились в Щелковский офис Мособл ЕРЦ, куда обращаются и возмущенные жители по несколько сотен человек в день. И там нас отослали – к сайту Мособл ЕРЦ, где 1 ноября была опубликована официальная позиция организации. И больше никаких пояснений. Но хоть что-то стало понятно. Что должны абоненты за услугу отопления. Что упомянутый в квитанциях прошлый период – это ноябрь-декабрь 2015 года. Что доначисление произведено на основании поручения ресурсоснабжающей организации ООО «Теплоцентраль». Что выставляться эти доначисления будут с сентября по декабрь 2018 года. Что в месяц будет доначисляться от 1500 до 1800 рублей. И что абоненты могут попытаться доказать отсутствие задолженности, если обратятся с подтверждающими оплату документами в офис Мособл ЕРЦ. Но вот природа происхождения долга в конце 2015 года и почему о нем вспомнили только сейчас, в конце 2018 года. И кто эти 11740 абонентов – на эти вопросы ответов в релизе Мособл ЕРЦ нет. Будем искать, а для этого обратимся к истории. До середины 2012 года плату за основные жилищно-коммунальные услуги в Щелкове собирали управляющие компании. Потом эти функции перешли к организации под названием «Единый расчетно-кассовый центр Щелково». Эдакий кассовый аппарат, созданный, как заявляла действовавшая тогда администрация городского поселения Щелково, для борьбы с хищениями управляющих компаний. Удивительно, но одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью ЕРКЦ Щелково, была именно муниципальная УК ДСЖКХ. Смена тогда прошла безболезненно. У абонентов ДСЖКХ даже лицевой счет остался тот же, и в квитанции изменились только реквизиты получателя. Этот расчетно-кассовый центр работал до осени 2015 года, когда ему на смену пришла аналогичная организация, но с региональным статусом – Мособл ЕРЦ – Московский областной единый информационно-расчетный центр. Многим памятны тогдашние трудности перехода. Жители стали получать квитанции с совершенно невероятными начислениями. Офис Мособл ЕРЦ в Первом Советском переулке осаждали с 4 утра. Тогда объясняли, ЕРКЦ Щелково передал нам некорректную базу данных. Вот к этому переходному периоду – ноябрь-декабрь 2015 года – и относят сейчас долг за отопление. В нашей программе согласился дать комментарий представитель компании «Теплоцентраль», правоприемника теплоснабжающей организации «Щелковские коммунальные системы». ЕРКЦ Щелково. Совершенно верно. В принципе, у Щелковских коммунальных систем, которые в тот момент были ресурсоснабжающей организации на территории Щелковского района, был заключен с этой организацией договор, и по этому договору она должна была собирать жителей деньги и перечислять их нам. Все, в общем-то, было достаточно ясно, просто. Но, к сожалению, в октябре-ноябре, особенно декабре 2015 года, с этой компанией начались проблемы, в результате которых за ноябрь и декабрь месяц ресурсоснабжающая организация ЩКС на тот момент не получила денег за оказанные услуги. По нашей информации, эта сумма составила более 100 миллионов рублей. Куда делись эти деньги? Были они собраны с жителей или нет? Во всяком случае, компания ЩКС обвинила именно платежного оператора в том, что с октября 2015 по июнь 2016 года он в нарушении договора недоперечислил ей 113 миллионов рублей. Оказано услуг на 484 миллиона, получено за них 371. Последовал иск в арбитражный суд против МособлЕРЦ. Суд иск не удовлетворил, но в апреле 2018 года стороны пришли к соглашению, что теплоцентраль уменьшает свои финансовые претензии до 40 миллионов, а МособлЕРЦ эти деньги соберет с жителей задним числом за ноябрь-декабрь 2015 года. В результате было подписано мировое соглашение, так вот, была определена цифра в 40 с лишним миллионов рублей, которые и выставлены жителям района в качестве доначислений. Следующий вопрос, ответ на который хотелось бы знать. Кому выставлены доначисления? Как формировался реестр должников? То есть, почему именно 11 740 абонентов, не больше и не меньше? Судя по имеющемуся в арбитражном деле перечню, большинство домов как раз управляющие компанией ДЭС ЖКХ. Это работа организации, которой поручено по договору с нами собирать средства, вести учет вместе, конечно же, с нашей абонентской службой. А в данном случае сверку по тем жителям, которые оплатили, не оплатили, ведет Московский областной единый информационно-расчетный центр, МОСОБЛ ЕРЦ. Конечно, сегодняшний день у них очень сложная задача, потому что база у них в полном объеме за тот период не существует. Я признаю, что какие-то нюансы могут быть. Я это признаю. Именно поэтому сегодня МОСОБЛ ЕРЦ разбирается с каждым абонентом конкретно. Я со своими платежными документами тоже посетила офис МОСОБЛ ЕРЦ. Да, получила определенные разъяснения. Но тут, как говорится, доверяй, но проверяй. Я проанализировала свои квитанции за два года, 15 и 16, и обнаружила немало интересного. Итак, речь идет о начислениях в адрес компании ЩКС за ноябрь-декабрь 2015 года. И в этих квитанциях никаких заметных нестыковок я не нашла. Оплачены суммы, указанные в графе «Начислено за период», и на протяжении всего 2015 года цифры эти существенно не менялись. То есть, делаю вывод, что задолженности за ноябрь-декабрь у меня нет. А вот в январской платежке обнаружилась некая переплата, цифра со знаком минус. И сумма к оплате уже меньше, чем начислена за период. В апреле, мае и июне мне также приходили квитанции, в которых сумма к оплате значительно меньше начисленной. Некоторым поставщикам ресурсов вообще ноль рублей. Согласитесь, потребитель, идя в кассу, смотрит именно на большие цифры суммы к оплате, не особо задумываясь, почему она вдруг стала меньше. Ну, значит, был какой-то перерасчет. В квитанции вообще много разных цифр, и разберется в них далеко не каждый. Но я же помню, что отопление и вода в квартире были, дворники работали. Похоже, что МОСОБЛЕРЦ несколько месяцев выставлял мне некорректные ЕПД. А пострадали теплоцентраль, водоканал, управляющая компания. Да с ЖКХ вообще сегодня банкрот. Которые недополучили деньги за оказанные услуги. Безусловно, это и моя вина, надо быть внимательней. Но я же не одна такая. А расчетный центр таким образом вполне мог нанести ущерб своим клиентам не только теплоцентрали. Так что, если вы сомневаетесь в наличии у себя долга, поищите в квитанциях за 2016 год разницу между колонками начислено и суммы к оплате. Получается, у меня задолженность есть. Хоть и не за ноябрь-декабрь 2015 года. Вопрос, который напрашивается. Почему за ошибки расчетной организации в начислении должны отвечать жители? Почему не ЕРКЦ Щелкова, передавший преемнику некорректную базу данных? Может, потому что он давно ликвидирован и спросить не с кого? Ответы, наверное, знает руководство Мособл ЕРЦ. Знает, но почему-то молчит. Кстати, руководство и всей областной организации, и Щелковского отделения за эти три года менялось неоднократно. А может, причина молчания в другом? После выставления жителям квитанции с доначислениями. Прокуратура предъявила Мособл ЕРЦ представление о том, что расчетный центр применил незаконный порядок начисления долга жителям. Не на основании наличия задолженности у каждого конкретного потребителя, а в зависимости от площади занимаемого жилого помещения. То есть сумму в 40 миллионов 327 тысяч просто разделили на 11 тысяч 740 абонентов пропорционально площади. В данном случае идет проверка и правоохранительных органов законности этих начислений. С этим вопросом разбирался совет депутатов и тоже направил свой запрос. Вопрос находился достаточно долго на обсуждении в администрации Щелковского муниципального района, которая, не скрываю, выступала, ну скажем так, не очень поддерживала эти доначисления. Почему администрация Щелковского района не защитила нас, возмущаются жители в социальных сетях? Ну, во-первых, Мособл ЕРЦ – это частная компания в форме общества с ограниченной ответственностью. Во-вторых, в договорных отношениях между Мособл ЕРЦ, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями муниципалитет не фигурирует. Значит, не может вмешиваться в эти взаимоотношения. Итак, будем подводить итоги. Согласно иску ЩКС в арбитражном суде, за 8 месяцев предприятие недополучило за свои услуги – отопление и горячее водоснабжение – порядка 113 миллионов рублей. Даже если сейчас Мособл ЕРЦ с помощью доначислений сможет собрать 40, оставшиеся 73 миллиона долга никто уже не погасит. А это оплата за потребленный котельными газ, налоги, зарплата работников. Сегодня мы уже можем оценить, как поступили жители, получившие квитанции с доначислениями. Вариант первый – не оплатили и пытаются разобраться. Вариант второй – вычеркнули долг и оплатили квитанцию. Но так делать нельзя, поскольку внесенная сумма пропорционально разносится по всем поставщикам услуг. И теперь эти абоненты каждому понемножку должны. Вариант третий – оплатили. И, по словам Сергея Гриднева, так поступили многие. Мы довыставили не одним месяцем, а разбили на несколько частей. Ну, не мы, а Мособл ЕРЦ. Это будет правильней. На несколько частей. И, в общем-то, первые платежи идут от тех жителей, которые понимают, что он не оплачивал, что услуга была оказана и заплатить надо. И ни в коем случае мы никого, ни при каких обстоятельствах не заставим платить дважды. Если мы нашли документы, подтверждающие, что у человека оплачена эта услуга, либо он представил нам эти документы, ни в коем случае второй раз платить не будут. Самые радикально настроенные граждане квитанции от Мособл ЕРЦ не оплатили, не собираются и выяснять ничего не хотят. А, наверное, зря. Те, кто не сумел нам представить и по кому нет у нас, в общем-то, данных, однозначно пойдут в судебное разбирательство. Конечно, в данной ситуации каждый решает сам, платить или не платить. Мы никого ни к чему не призываем. Просто постарались объяснить, что квитанции с так называемыми доначислениями за прошлые периоды, с определенными оговорками, но имеют право на существование. Я свои оплатила. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».